и диск у хана то с раздатки для бусер его коррозия на стартере демпфер это не здорово я никогда не сталкивался с таким объемом работ в коллективе появилось напряжение какие-то хотелки появлялись не успели просто по времени разобрать всю ходовую поснимать все колеса теперь полностью разобрали рама была достаточно плачевным состоянием приводит вполне любит успеем интрига остается предыдущей серии мы рассказали историю легендарные путешествующие машины хаммер h2 известной под именем желтый а также познакомились с его хозяином владом шеренговским предпринимателем авантюристом и искателем приключений мы узнали о том сколько уже пробежал по миру этот автомобиль а вот поделился своими ближайшими планами принять участие в заездах на установление рекордов скорости на льду замерзшего байкала и попробовать силы в знаменитом ралли-марафоне шелковый путь для этого было принято решение разобрать автомобиль отделив кузов от шасси сделать полную реставрацию машины и перебрать все основные узлы впервые за 18 лет для выполнения столь амбициозной задачи влад выбрал подрядчика и собрал опытную команду для этого проекта морально я был к чему готов морально я понимал что если даже придется потратить на эту условно стоимость такой же машины еще то эта инвестиция потому что это минус расходы на экстренные ремонты в других странах по сути ты из 17-летней машины делаешь там ну даже если делаешь 10 летнюю машину то это уже серьезное приобретение помимо феноменального объема запланированных работ ситуацию сильно осложняла стремительно приближающаяся дата официального старта гран-тура байкальская миля на то чтобы реализовать все задуманное у команды есть всего 17 дней позади первые три дня день диагностики и подготовки день отсоединения кузова от шасси и сутки в течение которых рама автомобиля была разобрана до единого винтика ну что привет сегодня третий день большого ребилда желтого я подъехал уже к другому сервису шель плюс сюда привезли мою раздатку и мою коробку вчера после переборки в этот самый момент рама с железками из подвески вся едет в подмосковье на пескоструйную обработку сейчас здесь я посмотрю ну мы так попытаемся заглянуть немножко не вскрывая в раздатку в коробку поснимаем там поддонной крышки как себя чувствуют и тузлы очень рассчитываю на то что там все хорошо что не придется туда влазить глубоко потому что иначе это будет ну совсем большие вложения совсем большой труд хотя с другой стороны уже так далеко залезли идти назад было бы странно ну что пойдем посмотрим как там себя чувствуют коробки смотрите в этой серии с какими проблемами столкнется команда в процессе реставрации что ремонтировали желтому в разных странах мира почему механику пришлось постричься зачем чистили двигатель лазером кто из подрядчиков удивил а за кем пришлось побегать какую деталь искали по всей стране при помощи подписчиков успеет ли влад на старт гран тура и каким станет легендарный автомобиль обо всем этом смотрите далее это трудно тем более на камеру пока ребята забрали все узлы к себе в агрегатный цех чтобы подготовить дефектовки я попросил дима устроить мне небольшую экскурсию по этому филиалу потому что знал что он очень не похож на остальные и сейчас вы сами поймете почему это вот такой он прям прекрасно прям прекрасную тебя будет такой вот разборки машина разбирается штрих-код узнаю петли да 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 вот они петли от хомячка видишь вот привода пружинки вишу ты спрашивал вот видишь рычаги лежат там разных слушать им я первый раз жизни вижу такую разборку скарите тесно я я мне помотала чуть и по разборкам в том числе я видела когда при мне скручивались машины и и когда в куче в гаража хранится но вот так вот кайф со стороны автомеханика проще его ремонтировать чем все остальное больше места я молодой здесь в принципе со своей команды могу спокойно залезть под капот хоть это и его нюанс так скажем неудобства то что нужно не на земле стоять и уже конкретно залазить на машину там предусмотрено под это место далеко не каждый человек может легко сюда залезть и начать там ковыряться процессе работы когда я понял что можно увлечься и вообще поменять все я понял что нужно установить все какие-то рамки и тогда я принял решение уже машина была разобрана тогда я принял для себя решение что я точно буду менять все то что хоть как-нибудь требует замены но что невозможно будет поменять потом без такого большой без такого большого ребилда куда так просто не засунешься эту часть надо поменять на новую оригинальную а те части которые могут поменяться там в результате обычного заезда в сервис там возможны компромиссы вот вот таким образом я пытался поймать баланс между тем чтобы сделать работу которая как можно дольше бы послужило а и в то же время ну не потратить на это какие-то совсем косметические деньги вот карданы например лежат сейчас к тебе уже готовили кардан да вот они карданы фланцы хорошие плохие разные смотрели да сейчас для тебя почему на задача была по фланцу помнишь чтоб все было нормально вот сейчас для тебя все это дело готовили поддоны головки да тут все и что самое главное какую бы деталь передел сюда будет вот такая бирочка наклеечка и мы будем знать от чего это колоссальный труд большой люди не всегда понимают да вот есть вот разбор вот вот тут мы проверяем четко детали смотрим смотри вон кулисы подушки а кпп подушки двигателя работа да любая штука будет известно чего это будет бирочка на любой штуке какая бы железяка не было чего бы она не было мы знаем что это за деталь вот меня спрашивают почему именно в шеви одна из причин том числе потому что весь огромное количество запчастей сейчас прям по складу хожу и мы подбираем то что нужно чтобы как можно быстрее сделать сборку нет это не эти это просто спец инструмент у каждого инструмента есть своя свое адресное полка хранения когда механик подходит ему выдают это заказ ну как бы инструменты он на нем значится на его приносу числе и забирает чисто это очень важно чтобы спец инструмент хранился в порядке здесь как раз таки агрегатный цех сюда привезли мою коробку мою раздатку и передний мост и передний мост до добрый дмитрий рафаэлыч как раз смотрит состояние всех это агрегатов у нас помогает мы попросили видишь пробка она вот тут вот трещина на корпусе холодной сваркой и заделана соответственно на тут тепла из-за этого почему это происходит вот эта пробка конусная пробку перетягивает есть определенный момент затяжки с которым нужно эту пробку дотягивать ее перетянули пошла трещина соответственно вот эта вот ситуация нехорошая с раздаткой с корпусом передняя крышка пошла электрохимическая коррозия выкрашивание пошло вот видишь вот то есть вот здесь она подгоняла у нас две болты почему я уже подготовили к вскрытию я открытим болты но ждали специально для тебя обо что цеплял вот сам насос а вот фильтр насоса часто разрушается внутри прям разрушение происходит на хаммере лопнуло все соответственно может вывести из строя насоса меня волнует корпус больше всего понимаешь это потому что корпус вот допустим вот эта крышка ее нигде сейчас нету наплавить мы наплавим окей но надо до втулки добраться когда мы раздатку сняли бал болтался это старый подшипник да скорее всего разваленный был вот сейчас оцениваем состояние планетарки на предмет люфта на предмет выкрашивания зубов это типичная неисправность на хаммериках планетарка не дешевая очень важно ее правильно оценить специальные щупы передним планетарным ряду нареканий по износу ключевым является вот этого планетарка который стоит вот здесь потому что вот она смотреть на нее нагрузка и чаще всего она выходит из строя вот она но будем ее смотреть опять же оценивать состояние нам же важно чтобы хомячок ездил и проблем не знал поэтому даже малейшее выкрашивание это признак разрушения поэтому надо очень четко все посмотреть померить оценить цепь раздатки и она в хорошем состоянии если цепь изношена вот эта часть касается вот этой вот так берется вот и вот на принципе это признак самый простой способа его вот измерить это вот смотреть вот 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 так вот это нормально новая цепь будет под углом 90 градусов если проекцию нарисовать стоять у тебя цепь в хорошем состоянии вот это вот золото вот эта вот планетарка да крутая штуковина шайба используется как подшипник скольжения она нацарапала видишь на планетарке что вообще в целом видно что в раздатку залезали вот магнит видишь магнитно собирал вот эту стружку которую мы с тобой видели кусочки элементы металла но он покрыт специальным составом которые частично уже осуществляет все посмотрите увидеть ближе к нам серый такой покрытие а дальше как бы такие вкрапления маржу этот подшипник здесь уже отверстие рассверлено и установлена втулка уже как бы ремонт как вообще делаем мы если машина долю стайлова мы берем заднюю часть корпуса мы ее отвозим фрезеруем и вставляем втулку от 2008 года на рестайловом камере втулка идет отдельно в таком случае в принципе на предыдущих версиях менялась крышка в сборе у нас две претензии крышки вот эта втулка и вот это вот трещина но крышек нигде нету тут вообще мне не нравится планетарки вот эти берем мы не пультах бывает посудомойки а бывает раздатка мойки ну что ж у нас пришло время доставать помойкой корпус раздаточной коробки ой какая красота правда да все замечательно и здорово сейчас мы его продуем прочистим вот это все у нас видишь отмылось немножко потемнело пугаться не нужно мы все идеально почему так важно следить за состоянием машины настолько досконально буквально разглядывая через лупу отдельно ее детали почему нужно ставить под сомнение состояние запчастей которые в общем-то могут еще и побегать возможно для кого-то такой подход окажется избыточным и я бы наверное согласился с этим если бы эксплуатировала машину только в пределах своего города когда в любой момент можно заскочить в сервис и когда ресурс каждой детали выбирается по максимуму от замены до замены но когда путешествуешь сильно далеко от дома в странах с другими культурами где говорят на чужом для тебя языке когда знаешь что любая поломка это простой машины на много дней нужно будет экстренно найти специалиста сделать правильную диагностику найти все необходимые запчасти и чаще всего их конечно же нет наличии ведь машина может сломаться и в маленькой деревушке и на горном перевале так вот пока ты бегаешь озадаченный этими поисками тает твоя виза просрачиваются документы необходимо оплачивать отели эвакуаторы доставки и еще массу мелочей мой опыт подсказывает отправляясь в длительные путешествия ресурс всех узлов машины должен быть но не менее условных 90 процентов вот здесь например я не перебрал генератор перед выездом в итоге он подвел меня в индии поиски неисправности переборка доставка реле и диодного моста в индию съела много нервов благо перед этим еще в непале когда генератор только начинал барахлить местный дедушка электрик приспособил к нему реле от газонокосилки который позволил добраться до места полноценного ремонта но сожалению не всегда так везет и лучше потратиться на берегу чем потом барахтаться в море вот здесь она моется вот здесь она моется и вот она уже выезжает из ДНГ вот здесь красивенькая, митрированная, чистая привет, у нас раритетный кедиллак это известный те кто смотрит канал Жекича и Дубровского Синдиката, эта машинка там была, мы ее после этого выпуска купили, у нас Алексей Владимирович себе ее пожелал во владение наш финансовый директор ну такие вот раритетные тачки ой, какой футов шикарный тоже да, да, да все, шарпом, все реставрировано все будет вытравлено, все от песка струяно, проварено хорошее, будет красиво, это будет такая машинка которую даже на выставке показать нет красивая будет а у нас здесь именно грязевой цех, где мы антипор делаем то есть готовим, а потом у нас подготовка происходит и делаем антипор наш один с палаточкой на крыше вас тут приютили да, он замерз его должны были забрать но Володя попросил, чтобы он постоял вот мне обидно за такие машины ты знаешь, вот она стояла у нас годы 3-4 и хозяину она не единственная мне тоже жалко потому что она хорошая вот это все на разборку, да, вот это это разборка, поэтому здесь это все разбирается, дальше судьба это на полке ты видел вот нам прислали такое страшное сообщение разрушение поршня на суппорте ребята, которые делают, вот Андрюха вот они показывают, что износ и где-то разрушение вот кусочка нет вот уже пошло питинг все резинки под замену однозначно по поршням, ну, допустим они керамические и там есть уже на некоторых трещины и вот эти вот затертости ну, я не знаю, допустим, если бы я куда-то ехал я бы поменял, наверное, себе это первое и второе, штутсыра мы все выкрутили их, но там уже крайне нет штутсыра нужны новые на все суппорты у нас тоже, видишь, стоят стоят, стоят на машину тоже, ребята посмотрите, какого красавца я тут нашел в закромах это что? chevrolet apache? chevrolet apache 1954 года сейчас на нем мотор 5,7 литра поставили в артек установили систему кондиционирования поставили новый мотор видишь на нее красные клапанные крышечки ну, так немножечко это обновили и поставили систему кондиционирования машина была изначально ну, естественно, такого года без кондиционера мы все поставили заново в общем, эта машинка является растомодом она не так, как должна быть изначально, она растомод именно восстановлена в том стиле, в котором попросил владелец ну, более современный мотор это U.S.A.B. 1961 год или 1962, точно не помню но после 60-го года до 59-го пошел аэрокосмический стиль а это уже самолетный стиль поэтому эта машина после 60-го года а до этого у них такие крылья знаешь, такие были здоровые крылья это назывался аэрокосмический эпоха Билла Митчелла сменила дизайн Джейнелл Моторс слушай, Дима, посмотри какой вопрос вот эти все части мне всегда было интересно вот в таких вот ретро-мобилях это запчасти какие-то приспособленные или это прямо вот от этих моделей? нет, это прямо родные запчасти, которые в Америке можно купить есть определенные конторы, которые занимаются и подбирают вещи ну, понятно, что есть вещи, которые просто физически подходят но мы такой вот колхоз не ставим в этом и задача восстановить вот данный автомобиль, например, в оригинале слушай, Дима, ну самолетный стиль вот этот момент, что вам такие машинки доверяют дорогого стоя для людей эти машины, как правило, не первая, не вторая, не третья это в первую очередь хобби на которую там не жалеется денег не жалеется внимания как правило, для таких машин хобби ну, выбирают что-то проверенное Работа над проектом набирает обороты позади три дня до старта чуть менее двух недель в то время, как на юге Москвы перебираются все основные агрегаты желтого а над его тормозами работают в другой части города рама и элементы подвески и ходовой загружаются на эвакуатор чтобы доставить давним друзьям Влада ребятам, которые уже много раз принимали участие в судьбе желтого занимаясь пескоструйной обработкой и порошковой покраской деталей шасси и тюнинга вот соленблок соленблок переднего моста вот он из ваших значит, всем переживающим за итоговую стоимость пока она непонятна, даю небольшую наводку вот соленблок переднего моста один здесь будет стоять такой же второй вот такие два соленблока с хорошей скидкой будет стоить 15 тысяч рублей дальше умножайте сами сам соленблок уже растрескался уже в плохом состоянии вот куска резинки нету но отрыва втулки полного прямо нету прямо отрыва оставил бы я себе такой при такой работе нет, конечно, бы не оставил на хомяках это прямо проблема стопор раскрывает и лось спиливать приходится у нас все хорошо теплость прекрасная смотри, все получилось с кувалды сила порт могила пока ничего такого временального в целом результаты диагностики оказались весьма воодушевляющими но если переборка мостов оказалась плановой то ремонт раздатки поставил под угрозу все сроки ее корпус практически не поддается ремонту в то время как найти новый или даже с пробегом, но целый у нас в стране крайне сложно это большой дефицит для хаммера H2 теперь команде предстояло произвести осмотр АКПП коробки очень давно не меняли масло в таких агрегатах рекомендую делать это раз 50-60 тысяч километров не позднее снимается поддон, вымывается вся гидросистема клапана, соленоиды, все с помощью очистителя обязательно магнит нужно почистить масло в коробке страшное есть элементы выкрашивания и разрушения что тут разрушено мы не знаем сейчас мы все это дело промоем мы будем собирать мы сейчас коробку на ПАПП поставили промыли, продули, прочистили ключевое то что мы сделали мы в гидротрансформаторе из него все масло вылили то есть фактически получилось полная замена масла поставили вот такую прокладочку она считается более надежной чем пробковая отмыли поддон, магнитик чистый вот и самое ключевое что мы гидросистему клапанов продували, промывали, прочищали соленоиды то есть в принципе в коробке уже чисто и аккуратно будет Дмитрий Михайлович, как вы относитесь к тому чтобы стать крестным мостом этой машины? Слушай, я за! Прекрасное предложение, замечательное предложение я за! Для меня, для человека, который как-то пытается по тонким таким маркерам существовать в этом мире важно эмоциональное состояние мастеров чтобы они были довольны, чтобы у них все получалось потому что я, ну я же не могу контролировать каждую гаечку, которую они делают и хотелось бы, чтобы они это делали все с душой и я каждый раз приезжаю в сервис, каждое утро я просто кайфовал от того, как все делали с одной стороны довольно щепетильно довольно так все детальненько, а с другой стороны ну в таком расслабленной атмосфере и даже терпя все наши там выходки с просьбой что-то повторить на камеру потому что этот процесс хотелось как-то запечатлеть весь в деталях, такой эпический процесс вот, ну они терпеливо это все повторяли и делали раз за разом свои работы ну второй Хаммер интересный автомобильчик сам по себе для города, конечно, это неприемлемый транспорт а для путешествий, дальних поездок, да, наверное, достойно большой запас по прочности достаточно комфортно, проходимо да, наверное, для голеников вполне подойдет это амбициозный автомобиль большой, массивный, не как все остальные в принципе я не знаю аналогов, которые могут своей харизмой какой-нибудь внедорожник похвастаться больше, чем Хаммер 2 слушайте, у нас сколько у нас народов фигуры? вот здесь конкретно Глюминс больше 110 человек на автозаводской, по-моему, 54 и собирают вообще всю компанию и вообще кто задействован в структуре Шевер Плюс ну это 500, 600 у нас же есть оптовый склад у нас есть другие интерприятия у нас своя маленькая компания в Кануше я просто смотрел, если народ ну так, с Кириллсом говорит 5-8 лет вот Глюмин, ты же видел, Дэн он 26 лет работает уже будет в этом году 25 лет, это второй работник в компании если я не залезу в свой нос и не засуну в каждый бизнес процесс перед тем, как я его настрою то угрошенная цена я должен все знать, что в компании происходит но, компания развивается сетевым образом только благодаря тому, что серьезная команда у меня очень хорошие ребята прям вот замы, да у меня Леха Житинев сегодня увидел человек 26 лет в компании работает это первый человек, который в компании работает вот сам Тимофей зашел он с 93 года работает в GM а в 2003 году пришел сюда и вся команда, которая пришла с парками моторов все работают с 96 года смотрите далее что ремонтировали Желтому в Гуа и в Непале тормоза, которые придумали не трусы что делает Кибертрак в Москве и зачем чистить двигатель лазером сегодня четвертый день большого ребилда Желтого я уже выдвигаюсь к сервису там сегодня должна решиться судьба вала, на котором тоже нашлись небольшие проблемы после чего я поеду в Подмосковье к ребятам из Steelworks посмотреть, что происходит с рамой напомню, ее должны от пескоструить полностью и вернуть в таком чистом виде все железки из ходовой должны от песочить и покрыть порошком Шевина автозаводской вот такую машину встретил я думаю, вы узнали все это проект Валентина за высоком который первый объявил как только Илон Маск презентовал Кибертрак объявил, что он хочет сделать в России первую реплику только на бензиновом двигателе машина выглядит огромной причем они делали ее один в один с оригинальными размерами Дима, а что они у вас делают? слушай, ну мы много настроек сделали по этой машине с ходовой частью поработали полный привод сейчас разбираемся мы очень дружим с Валентином очень дружим со всей командой с ребятами поэтому всегда любые проекты welcome помогаем это просто дичь я вчера не мог оторвать глаз от ретро автомобиля и удивился на самом деле что помимо большого количества серийных машин ребят занимается еще этим но Кибертрек я вообще здесь не ожидал увидеть о, давай внутрь залезем в стиле Тесла вот так выглядит ой, слушай, я сейчас обманул она на базе не Ниссана она на базе Тойоты я сейчас только что увидел она на базе Тойоты сделана у нас видишь диагностика подвески ходовой сходы развал проверить все масла проверить ну то есть вся слесарная часть она на нашей совести машина будущего с ребят которые делали реплику тоже молодцы конечно буквально из ничего слепили такую прям прототип, который можно прям реально оценить да мы видим снова Данилу и сегодня он занимается чем он песочек в камере мелкие детальки которые нельзя было отдавать пескоструйной обработкой иначе они просто настоять все песочек здесь более деликатно что происходит ну да часть уже от песочили повылазили какие-то проблемки у защиты тормозом гистов вот они все элементы которые там песочками видишь это то что уже от песочек да это уже от песочек у меня есть как было как сталый процесс я снял на видео у нас здесь только переезд произошел а это что предстоит от песочек но болты то проще то их все вместе положил оригинальный новый фланец кардана приехал под выход специальное напыление то есть металл не просто вырезан а вот здесь вот еще покрытие есть заводское у моего фланца там уже была выработка правильно там уже все отренется а тем временем команда не теряет надежду восстановить крышку раздатки и отделаться малой кровью так как шансы найти новую как и время до старта тает на глазах есть очень немного моментов связанных с ремонтом машины которые я считаю критически важными в этом смысле очень люблю фразу все что можно решить деньгами это не проблема это расходы так вот что же может стать настоящей проблемой и это не поломка коробки электрики или даже двигателя пересекая множество горных хребтов и виляя по высокогорным серпантинам я всегда молился только тому чтобы не подвели тормоза в своем азиатском путешествие я за 16 месяцев преодолел 47 тысяч километров через 12 стран за это время вся тормозная система прилично устала начал течь гидробустер кое-где потрескались тормозные шланги а подклинивающие суппорта начали неравномерно изнашивать тормозные диски и закусывать колодки в небольшом сервисе в гоа мне достали обломки колодок и показали остатки тормозного диска сказали что так дальше ехать нельзя я начал готовиться к тому чтобы в каком-то из городов мне придется осесть на пару недель пока я соберу все запчасти и переберу тормоза но дальше случилась пандемия и мне пришлось экстренно эвакуироваться домой и вот наконец все это поутихло и появилась возможность заняться тормозами вплотную так что вы таки сделали выполнили ремонт суппортов с покраской рожковой заменили поршни заменили все ремкомплекты потому что на то была причина поршни пришли в негодность в любой момент это могло потечь один поршень даже треснул пока это не критично но дальше могла трещина пойти и уже привести к рептичным последствиям заменили пластинки под колодки потому что прошлые тоже сгнили до дыры уже направляющие единственное в этих суппортах остались родные доброе утро камер на основу передвигается правда на ручной тяге отправляем на мойку и потом уже на зачистку тех мест которые будем обрабатывать сняли гидробустер заметили что коврик немного влажный и вот что у нас здесь внутри гидробустер сняли устраним течи установим старкер чтобы работал как новый то что я увидел на присланных фотках из красной сосны меня крайне расстроило но я решил сосредоточиться на ремонте всех агрегатов потому что кузовные работы еще предстоят и даже если не хватит на них времени сейчас их можно будет сделать уже потом в более спокойной обстановке отдельно сейчас же на меня сильно давили сроки старта гран тура прошло только пять дней как мы начали все работы хотя наверное правильно сказать пять суток я хоть и не крутил сам гайки но мотался шмелем между всеми филиалами техцентра партнерами и магазинами и конечно же просто валился с ног от напряжения шутка ли за такой короткий срок разобрать всю машину сильно давят сроки ладно бы я потом не просто по городу на ней катался но я собрался сразу через всю страну ставить рекорд скорости на замерзшем байкале цена ошибок сильно высокая поэтому уже к пятым суткам от недосыпа и постоянных нервов я окончательно сбился с режима и еле начинал свой день к обеду но все это время работа не прекращалась ни на минуту и мне на ватсап прислали видео с отчетами о происходящем в римзонах и комментарии сейчас все это откиснет в 2-3 фазы будет чистота за долгое время своей работы я не всегда вижу автомобили которые приезжают к нам на обслуживание но на автомобиль Владислава я вышла сама посмотреть потому что он такой экспрессивный прям яркий я тоже люблю путешествовать мне стало интересно посмотреть на автомобиль на котором ездят грубо говоря вокруг света наш техцентр работает с 9 до 8 но мы приходим на работу раньше получается я в свою смену когда прихожу ребята уже работают и уходя с рабочей смены я тоже вижу как долго и упорно работают ребята над автомобилем и Владислав который очень переживает за сроки и ходит выпил наверное уже литрами просто кофе и зеленого успокаивающего чая приходя на работу уже видела даже была собранная машина а потом выходят на перекур через два часа уже автомобиль полностью разобран и и добираемся до переднего сальника чтобы поменять из камуфта сняли уже разберем все остальное продолжаем устанавливать новые детали здесь у нас ролик и ремешок старые уже вышли из строя ремень уже был на грани того чтобы порваться но в таком состоянии у ремешок здесь целом все чистенько очень все неплохо выглядит с той стороны также там уже прокладку поменяли вот сейчас ставим вторую крышку и по мотору все готово шлифуем коллектор было плотное прилегание не было больше прорывов тут мы пытаемся оживить насос город который у нас потек со всех сторон разберем посмотрим если сам насос живой тут поменяем прокладочку дальше в путь трубки еще не прогнили насквозь поэтому я надеюсь что еще походит разбираем мотор под окрас вот сняли в пуск и что мы здесь видим все это зачистим сейчас заткнем впускные отверстия и снимаем навесную уже почти все готово очень это я вам скажу тревожно видеть двигатель главный узел своей машины в таком разобранном виде я не очень технически подкован но убежден что люди которым ты доверяешь свою машину в ремонт должны быть не просто профессиональными своем деле выдающимися диагностами там или мотористами от бога они должны хорошо знать анатомию именно твоей модели машины был у меня такой случай и я собирался в путешествие по балканам вокруг черного моря перед самым стартом перебрал коробку и так как визу уже подгорали поехал в дорогу буквально на следующий день ну думал человек мне коробку ответственный перебирал с репутацией катаю в дороге масло после обкатки с меню тоже где-то в пути ничего страшного прошло чуть более недели я доехал до грузии пересек ее всю от тбилиси до батуми въехал в турцию и тут начались проблемы машина во время движения периодически отказывалась ехать скидывая скорость я покрылся испаренный так как вообще не понимал в чем дело и на что грешить мастер по коробкам садов с десяток вопросов сказал что скорее всего нужно вскрывать ее снова что-то пошло не так представляете в турции искать людей которые снимут и снова вскроет коробку я поднял на уши всех знакомых в чатах собрав все версии и позвонил человеку который уже очень много лет занимается только хаммерами и h2 может закрытыми глазами перебрать знаю на память сколько оборотов у каждой там буквально гайки это ваня хамероводы знают его а он знает с пеленок моего желтого так вот он дотошно меня расспросил про симптомы и выдвинул несколько версий я прикинул себе что искать здесь сервисы нужных людей потом ждать пока не разберутся в чем дело пока запчасти найдут пока починят дорого в общем дешевле будет ваньке оплатить билеты и гостиницу в общем он прихватив с собой на всякий случай несколько запчастей и весь нужный инструмент полетел ко мне отправившись в свою самую первую зарубежную поездку и что вы думаете нашел чем дело оказывается коробку перебирал хороший мастер а вот ставили ее на место потом не очень компетентные товарищи в итоге за несколько тысяч километров перетерся провод от датчика скорости а коробка во время движения периодически переключалась в аварийный режим не давай переключиться дальше 2 передачи так вот даже если бы я точно знал в чем именно проблема с вероятностью 90 процентов здесь в турции мне бы предложили снять двигатель чтобы найти место перетирания кабеля но ваня знающий все изгибы хаммера предположил место проблемы умудрился пролезть туда и прямо там накрытый одеялом от ветра сидя под капотом перепаял провод заодно подлечив основной жгут из этой истории можно сделать сразу много выводов но это я оставлю для ваших комментариев под выпуском где буду ждать отвечая на ваши вопросы процессе разборки машины было очень интересно наблюдать за затем как как она выглядит таких труднодоступных местах мы даже нашли там шкурку бананов в таком месте куда вообще не залезть как он туда попал непонятно но мне было интересно посмотреть как она справилась потому что были какие-то видимые повреждения как коррозия на раме например а были какие-то проблемы которые ну не разобрав невозможно было представить там песчинки на резиночках какие-то уплотнители уже рассохшиеся и по мере разборки ребят которые занимались ребилдом все больше и больше начинали охать и ойкать потому что ну как бы внешний вид машины это одно ухоженность и процессе погружения стало понятно что работа ну там больше я помню всегда немножко ревностно относился к их комментариям когда они говорили что воду тут дофига всего ой как тут все запущено потому что ну-ка как же то все запущенное же с ней как с крови ножки прям сегодня пятый день большого ребенка желтого вот что сегодня происходило в центре который находится на севере сегодня занимались кузовом так как у меня после установки переустановки фонарей на экспедиционнике не не закрыли отверстие с крыши то у меня там за последние парни набежала воды и вода попала в салон от ковриков там сырость короче довольно быстро там стало выглядеть все неприлично сегодня занимались тем что выбирали последствия этого затопа какую-то старую жавчинку и так далее я думаю сегодня туда уже не попаду уже вечер я думаю завтра поеду посмотрю как это все выглядит сейчас я еду ребят из steelworks которые занимаются порошковой покраской и пескоструем рамы вчера до них тоже не успел добраться и из-за такой большой суеты очень интересно как сейчас все выглядит хочется посмотреть что они сделали с дисками напомню диски я тоже решил перекрасить поставить на них новые такие колпаки которые мне обучили ребят подписчики чему я благодарен очень на данный момент две две большие самые проблемы которые решаются но решаются димой на проблема решается исключительно деньгами hydra booster какая история в том что он подтекает него есть ремкомплект который стоит там четыре с половиной тысячи рублей ребята когда занимается переборкой и казали что один к трем что он получится то есть вероятность очень небольшая сейчас вот у нас такая статистика для того чтобы попробовать это будет стоить еще порядка 7000 то есть получится 12000 придется заплатить в любом случае даже если переборка не получится а если с переборкой все будет окей то за 20 с небольшим тысяч будет перебранный полностью hydra booster но напомню что а вероятность один крем что это получится а в то время как можно поставить новый с хорошей скидкой он будет стоить 44 тысячи рублей то есть в два раза больше переделка желтого съедает такую приличную же часть бюджета там вылазит там вылазит там вылазит вроде бы чуть-чуть но вот такие расходы как на hydra booster они прям но это такие большие вложения короче я пока еще не дал добро еще пока чешу репу как как лучше поступить вторая проблема с которой тоже сейчас на решается который не просто решается деньгами точнее дело даже не в деньгах это крышка раздатки она сделана из такого сплава который особо не подается варки вот и трещина там вернее даже две трещины в таком месте которые подпаять что-то там с ним подшаманить тоже не получается не представляется возможным то есть вот она проехала с этой залепухой с холодной сваркой но как бы может быть еще 300 тысяч пробежала бы с такой залепухой а может быть и через тысячи километров развалится то есть такое дело вот решили не рисковать собственно поэтому сейчас активно ищем эту крышку ее нет вообще нигде ни на одном складу не надо разборки такая довольно дефицитная вещь поэтому эта проблема номер два который может существенно как бы нас отодвинуться от идеи закончить полную переборку за 10 дней ну как бы работаем все остальное в принципе делается в штатном режиме по скорости по качеству по количеству тех проблем которые вылазят в процессе здесь как бы более-менее все норм сейчас еду на песка струка смотрим что сделаю там ребята так доехал я до ребят steelworks сейчас посмотрю как рама выглядит здесь работа уже почти завершены парни сказали что завтра мне скинут видосик как это выглядит подготовим к покраске прошкурим все пройдемся и будем уже в чудом открости лучше скажи внутри что-то получилось прописать стилей вот где-то достали по максимуму где возможно достать а ответственность вот этих местах то есть да там уже я видел где-то знаешь есть такие насадки как мы занимаемся порошковой покраской в принципе всего это промышленные изделия это колесные диски это мотоциклы это старые автомобили в основном в общем то всего как бы полный цикл все что можно покрасить восстановить от песка строить мы делаем за владом слежу давно как-то случайно серфил по инстаграму увидел его желтый хаммер подписался увидел что он много путешествует интересно и ты смотришь не как по телевизору а как будто сама все проживаешь внутри ну знакомы с ладом около двух лет у него всегда очень много интересных проектов по машине и движух он всегда нарисовывается неожиданно всегда горят сроки нужно сделать быстро последний раз со силовым обвесом ребята разбирали его полночи потом весь день красили еще полночи собирали но мы успели сделали все классно когда он второй раз приехал ребята даже не рады были блин да надо спать очень круто что влад так много занимается своей машины так и любит и решился на полный ребил с полным разбором до рамы и это сложно геморройно но мы поможем ему всеми силами в этом я думаю что все будет классно но респект и уважуха за такое это реально жопа мне кажется хаммер машина необычная прикольная она большая брутальная довольно бестолковая но очень классно что он путешествует именно на хаммере тем более на желтом это машина настроения и 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 позади пять длинных дней наверное это экватор всех работ потому что сейчас желтый максимально разобран на все детали. Его запчасти в семи сервисах по всей Москве. Пока раму и все железки песочат и красят в Подмосковье, двигатель чистят и готовят в районе Рябиновой. Перебранные суппорта уже ждут в текстильщиках. В Люблено перебирают мост, раздатку и коробку. На севере Москвы готовят кузов к обработке. Все мелкие детали искоструются и окрашиваются на автозаводской. А тормозные шланги изготавливаются по моему образцу на таганке. Мне даже перечислять все это страшно. Не знаю, взялся ли бы я когда-нибудь за такой объем работ, не примия приглашение от Туртюба и Байкальской мили. И только благодаря слаженной работе и азарту всей команды, включившейся в проект, я могу быть спокоен, что все должно получиться. Это безусловное перерождение автомобиля. Когда все закончится, я уже точно смогу называть его «Хаммер» 2022 года выпуска. Но для начала нужно успеть все собрать, чтобы через 10 дней стартовать в гранд-тур через всю страну в сторону замерзшего Байкала. Право на ошибку, к сожалению, ни у кого нет. Так как времени на обкатку уже совсем не остается. Друзья, если вам понравилась серия и вы неравнодушны к судьбе желтого, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Это поможет алгоритмам Ютуба продвинуть его еще выше, а каналу даст дополнительный стимул для роста. Как всегда, готов ответить на все ваши комментарии снизу под выпуском. И если вы еще не подписаны на канал, сейчас самое время сделать это, чтобы не пропустить продолжение. Смотрите в следующей серии. Что случилось с днищем «Хаммера» за 17 лет эксплуатации по всему миру? Как команда выйдет из ситуации с треснутой крышкой раздатки, которую нигде невозможно найти? Зачем в Таиланде стучали кулаками по подвеске, а в Непале по воздушному фильтру? Успеет ли команда собрать желтого обратно до старта гран-тура? И во сколько обойдутся Владу все работы такого масштаба? «Хаммера» за 17 лет эксплуатации по всему миру? Успеет ли команда «Хаммера» за 17 лет эксплуатации по всему миру? «Хаммера» за 17 лет эксплуатации по всему миру? Успеет ли команда «Хаммера» за 18 лет эксплуатации по всему миру?»